Сегодня суббота, 4 апреля, московское время 23 часа 6 минут И мы начинаем прямую трансляцию третьей игры весенней серии «Что, где, когда» 2015 года Против телезрителей сегодня играют обладатели «Хрустальные совы» Юлия Лазарева, Равша Наскеров и Михаил Скипский Двухкратные обладатели «Хрустальные совы» Елизавета Авдеенко и Дмитрий Авдеенко Обладатели «Бриллиантовой и Хрустальной совы» Балаш Касумов, капитан команды Против команды Балаша Касумова сегодня сыграют Евгений Богданов, Санкт-Петербург, Андрей Комынин, Георгиевск, Алексей Студеникин, Королев Евгения Гловацких, Саузга, Сектор Блиц, Рафаэль Мухаммадиев-Ознакаева, Сергей Анисимов-Караганда Анна Клус-Минск, Сектор Супер Блиц, Роман Пожарницкий-Мытищ, Елена Шипилова-Хаваров Диана Билая, Чита Тринадцатый сектор Весенние игры «Что, где, когда» телезрители против статаков Играем, как всегда, до шести очков, счет 0-0 Первый раунд Не могу не поздороваться Добрый вечер, уважаемые телезрители Добрый вечер, уважаемые знатоки Команда Балаша Касумова Единственная команда клуба Нашего клуба, в которой все игроки титулованные Одна бриллиантовая и девять хрустальных сов на всех Но это прошлое заслуги За последние четыре сезона команда в восьми играх Одержала лишь две победы Правило, господин Касумов Последнее ваше поражение дает повод Для оптимизма такое поражение Лучше иной победы Я желаю вам сегодня Красивой игры Санкт-Петербург Против вас играет школьник Евгений Богданов Город Санкт-Петербург Господин Скипский, вы как педагог Как относитесь к детским вопросам? Тем вопросам, которые дети пишут ко мне на тренировке Нет, которые дети пишут мне на тренировке Тут сложнее, да Тут он или очень простой, или очень сложный Есть два варианта Давайте проверим Внимание, рисунок Рассмотрите его внимательно А я пока задам, внимание, вопрос Что зашифровано на этом рисунке? Это аэропорты Москвы, Домодедово, Шереметьево Рисунок покажите Что там еще? Быково, Бычка нет? Шарик, Домодедово, Домодедово Все нормально Господин ведущий, отвечает Елизавета Авдеенко Елизавета Авдеенко Прошу, Елизавета Так, ну, соответственно Домодедово, аэропорт Шереметьево В народе Шарик, Шереметьево И внучка, внук, аэропорт Внуково Зашифрованы аэропорты Москвы Господин Казумов, как сказал Михаил Скипский, либо очень сложно, либо очень просто. Почему не взяли досрочный ответ, если Елизавета знала? Испугались? Нет, не испугались. Елизавета не была до конца уверена, мне так кажется. Не знали. 1-0. 1-0. Елизавета Авдейнга первое очко принесла своей команде. Интересно, знатоку сегодня защищает директор департамента коммуникации Госкорпорации Росатом Сергей Новиков. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер, господин ведущий. Хотел узнать, какие у вас остались впечатления от прошлой игры? Противоречивые. Но, видимо, игра такая должна быть. Это же не викторина, а именно игра, телевизионные шоу, взлеты и падения. Вы знаете, эмоционально, лично я до сих пор не понимаю, все-таки команда Рудера выиграла или проиграла? Нет, безусловно, выиграла, конечно. Выиграла, вы считаете? Конечно, однозначно. А Никита, вы тоже считаете, что выиграла? Ну, это трудный вопрос. Все-таки нам много простили, и это несколько скрашивает наши впечатления о прошлой игре. Ну, хорошо, Сергей, сегодня вам придется нелегко, ведь господин Веркашинский в командировке и интересы телезрителей придется защищать мне. А я, как вы знаете, сам с собой спорить не умею. Ну, господин ведущий. Да, господин Веркашинский, вы хотите защищать интересы или зрителей? Нет, у меня есть лучшая идея. Все-таки в зале сегодня присутствует мой товарищ Сергей Кравцов. Это руководитель федерального агентства по надзору в сфере образования и науки. А что это означает? Это означает, что это профессиональный человек, принимающий решения о правильности и неправильности ответов. Попробуем, давайте, чтобы профессионалы защищали телезрителей, а не ведущие. Ну, господин Веркашинский, вы как всегда. Сергей, во-первых, добрый вечер. Добрый вечер. Приятно видеть вас, Аля. Вы знаете, ну, господин Новиков, а вы кого выберете себе в соперники? Ну, вы знаете, честно говоря, я... Я не знал, что у меня есть такой выбор, но, конечно, Рособранадзор, я думаю, правильно бы очень среагировал на вопрос про Пушкина, когда из золотой скорлупки делали топливо для энергетических станций. Защитник. Господин Новиков, ну, вы совершенно неисправимый защитник. То есть единственный вопрос... Там три вопроса засчитали, один не засчитали, и вы прям спать не можете из-за него. Сергей, господин Кравцов, давайте поступим следующим образом. Все-таки защищать телезрителей буду я, а если будут какие-то спорные ситуации, я обращусь к вам. Хорошо. Хорошо. А то Сергей у нас такой бывалый молодой человек, что я лучше сам с ним буду разбираться, если что. Второй раунд. Хорошо, пожалуйста. Господин Касумов, компания Бин Страхование предоставляет вам возможность застраховаться от Супер Влица. В качестве страхового взноса вы должны уже сейчас назвать фамилию из гнотока, который будет играть в Супер Влиц. Балаш, вы будете страховаться? Да. Тогда прошу имя, фамилию. Авдеенко Елизавета. Елизавета Авдеенко. Вы... Поздравляю, вы застраховались, господин Касумов. Если сегодня Волчок укажет на Супер Влиц, вы получите страховое возвещение на сумму 120 тысяч рублей. Уважаемые телезрители, для справки, команда Балаш Касумова 10 раз играла Супер Влиц и 10 раз его проиграла. Хабаровск. Против вас играет преподаватель английского языка Елена Шипилова, город Хабаровск. Вопрос снят самой телезрительницей. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. По народным сказкам мы знаем, что бороться со змеем Горынычем бесполезно. Отрубаешь ему голову, а на ее месте вырастают две. Но и в обычной жизни мы можем столкнуться с принципом змея Горыныча. Если попытаться лишить ее одного, их станет на один больше. А теперь мой вопрос. Придумайте отгадку на мою загадку. Ящерица-хвост, нет? Нет. В жизни, знаешь, будет два. Одного на один больше. Вопрос какой-нибудь. Блиц, супер-блиц там, позже. Конечно, если что-то с буквами, со словами. А там, не знаю, с одеждой, два, три, не знаю. Один убираешь, появляется два. На один больше, да. На один больше. Пальцы, ноты. Когда там, если честильник какой-то подстригается, он начинает растваривать. На что там, вывезли, я, пиявка, червяк. Голос может быть? Лишаешь, стежка, сечет одному. Одного, чего? Отрезать? Карман, одежда. Слушай, было их лишать. Лишает ее одному. Ее, их станет на один больше. Ее. Что-то у нас есть рядом, может быть? Карман, шок, дикое, монеты какие-то, дикое, и что? Вопрос, сковорода. Отрежешь что-то, да? Лишаешь, я, одного, три. Хорошо, кто отвечает? Тишина в зале. Уважаемая публика, вы сегодня очень активно, чересчур активно обсуждаете. Прошу потише. Итак, ответ, Балаш. Допустим, это дыра на одежде, появится лишний шов на один больше. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Самое интересное, что, в принципе, у вас было все под руками, чтобы это продемонстрировать. Принцип Змея Горыныча можно продемонстрировать на геометрических фигурах. Посмотрите. Берем лист из блокнота. Это четырехугольник. Лишаем эту фигуру одного угла. Их стало пять на один больше. Один-один. 50 тысяч рублей получит Елена Шипилова из Хабаровска. Третий раунд. Господин Косумов, ну, большинство телезрителей, наверное, знают, но я напомню, что вы ведете программу «Что, где, когда?», вы ведущий программы «Что, где, когда?» в Азербайджане. Да. Скажите, Балаш, как на вас влияет, если у вас на такие уже выигрывают две игры подряд? Как вы на это реагируете? Вы там усложняете вопросы? Или наоборот? Как вы поступаете? Это зависит от того, какая команда побеждает два раза подряд. То есть у вас есть любимчики? Да. Если у вас есть, но... Кто не скажет. Кто не скажет. На самом деле, команда телезрителей, конечно, мои любимчики. А, вы за команду телезрителей? Только в Баку. Блиц. Три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждой. И, чтобы заработать очко, вам нужно ответить на три вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Недавно на одной орнитологической выставке в Англии были представлены 919 яиц, которые снесли птицы одного семейства. Виталий Адриховский из Кишинева спрашивает, что это за птицы? Кукушки, наверное. Они все... Разные, разные, смешно. Подградывают разные. Мелые совы, Гарри Поттер, Флор, Гленин, Страусы. Полярная сова, почему 19? 919, странная цифра такая. Вполне возможно. Это версия ясна. У них очень много разных кукушек. В Англии это... Прошу, все, тишина, тишина. Михаил Скипский ответит. Прошу, Михаил. Наверное, это разные кукушки, которые несут разные яйца для того, чтобы подбрасывать их в гнезда разных других птиц. Соответственно, ну, кукушки, наверное, если это семейство нас спрашивает. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Аскеров, вы устали? У вас такое выражение лица, что уже счет 5-5. Нет, не устал я. Думаю. Думаете. На выставке были представлены, господин Скипский, 919 яиц, которые снесли кукушки. Кукушки несут разные по виду яйца, чтобы подкладывать их в гнезда других птиц. Близ продолжается. Внимание, вопрос второй. Второй. Ты кукушки подражаешь, но хитрее ее. Ты кладешь чужие яйца в гнездышко свое. Евгений Щелоков из Риги спрашивает, кому адресовал немецкий драматург Оскар Блюменталь эту эпиграмму. Лагиатр. Господин Аскеров, еще раз начнете обсуждать до начала 20 секунд, я зачитаю вам поражение. Без разговоров. Плагиатра и переводчики не переводчики. Чужие, он чужие из себя. Переводчик, где я там сам. Переводчик, где я там сам. Там это число добавляют. Переводчик, где я там присписываю тебе. Именно стихи, когда переводишь? Зачем? Потому что там все равно рифмы приводят. Итак, итак, кто отвечает? Равшан. Равшан Аскеров. Мне больше нравится версия плагиатра. Потому что он действительно все-таки чужой берет себе. Приписывает себе. Не вкладывая ничего. Просто берет и сбирает. А не нравится какая версия? Нравится другая, переводчик. Не нравится переводчик. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Косомов, скажите, отдавая ответ Равшану, вы имели в виду, чтобы он отвечал именно это? Да, свою версию. Оскар Блюменталь адресовал эту эпиграмму. Кладешь чужие яйца в гнездышко свое плагиатру. Спасибо. Итак, решающий третий вопрос. Напоминаю наши правила. До начала времени обсуждать вопрос нельзя. Валерия Тюхтенева из Горноалтайска просит вас закончить эпиграмму русского поэта Николая Щербины на вышедшую в свет в 1831 году газету под названием «Молва». Послушайте. К «Молве» название не пристало. Ее читателей так мало, что хоть зови ее отныне. «Глаз вопиющего в пустыне?» «Да, да!» «Молодец!» «Еще что-то?» «На что рифма?» «На ныне!» «Не пристало так мало, а отныне нормально, мальчик.» «Молодец, ведущий. Юлия Лазарева ответит. Юлия Лазарева ответит. Прошу ее. «Нам кажется, что последняя строчка звучит «Глаз вопиющего в пустыне». К «Молве» название не пристало. Ее читателей так мало, что хоть зови ее отныне. «Глаз вопиющего в пустыне» 2-1. 23 часа 28 минут. Московское время. 2-1 в пользу знатоков. Четвертый раунд. Господин Аскеров, мне сказали, что во время рекламы вы травмировали руку. Что случилось? Я несколько раньше травмировал. Вы ударили об стол или что вы сделали? Да, вот об край. Ну что, кровопотеря большая у вас? Да нет, я думаю, достаточно. Уже и замотать вам успели? Да. Вот это ты сказал. Равшан, а что случилось? Объясните. Да нет, ничего. Просто... Сплеснули рукой? Да, и об край стола. Удался пальчик поставить. Ну нет, крови достаточно, чтобы попортить. Но вы как-то поаккуратнее. Я понимаю, «Блиц» выиграть важно, но все-таки не любой ценой. Как сказать. А вот «Супер Блиц». Так наступил страховой случай. Господин Косумов, ваша команда получит страховое возмещение 120 тысяч рублей от компании «Бинстрахование». Вот, возьмите его, потому что вы застраховались на «Супер Блице», и он выпал. А за столом остается Елизавета Авдеенко. Уважаемые телезрители, напоминаю, что компания «Бинстрахование» учредила приз для знатока, который в этом сезоне сумеет выиграть «Супер Блиц». И Елизавета может сейчас этого добиться. Но если вы еще и «Супер Блице» выиграете. Итак, три вопроса по 20 секунд размышлений на каждой. И вам для победы надо ответить на три вопроса подряд. Я прошу полную тишину в зале, включая жесты. Жест приравнивается, господин Тимофеев, к разговору. Внимание, вопрос первый. Елизавета, почему вы решили играть «Супер Блиц»? Вы так расстроились в прошлый раз после «Супер Блица». Решили себя преодолеть? Нет, господин ведущий, на самом деле мне очень понравилось играть «Супер Блиц», несмотря на исход. Я не согласна, кстати, с вами, что это было красивое поражение, которое стоит победы. Я считаю, что ни одно поражение победы не стоит. Но, тем не менее, играть «Супер Блиц» мне несомненно понравилось. Итак, Виктор Мальцев из города Икшеле в Латвии спрашивает вас, чего, согласно еврейской поговорке, каждый хотел бы достичь, а достигнув не радуется. Господин Друзь, ну, совесть есть у вас или нет? Не грамм. Лиза, прошу вас. Старость, я думаю. Внимание, правильный ответ. Каждый хотел бы достичь, а достигнув не радуется старости. Продолжаем «Супер Блиц». Внимание, вопрос второй. Ольга Сорокина из Елуторовска, Тюменской области, просит вас, Елизавета, процитировать русскую пословицу, которая заканчивается словами «Пирожка не подсунет». Прошу, Лиза. Я думаю, голод не теплый. Голод не теплый, «Пирожка не подсунет». Решающий третий вопрос. Господин Косумов, а у вас совесть есть? Думаю, что да. А зачем? Прозвучал вопрос, вы Равшану шепчете что-то на ухо. Ну, зачем? Равшан далеко отлезет. Не буду. Не надо. Хорошо. Елизавета, согласно таджикской пословице, разумная женщина добавляет его во все, что она говорит мужчине и убирает ее из всего, что мужчина говорит ей. Стефанида Федорова из города Туркмен-Баши просит вас назвать его и ее. Итак, Елизавета, прошу вас. Разумная женщина. Так. И его, и ее. Пусть будет тогда совет да любовь. Совет да любовь. Я думаю, что первый это совет, мне нравится это. А вот убирает ее. А вот Дмитрий Авденко очень расстроился. Дмитрий, а вы бы что сказали? Как разумная женщина должна поступать? Сахар, соль. В Таджикистане говорят, Елизавета, разумная женщина во все, что говорит мужчине, добавляет сахар. Ласковые слова, комплименты. А из всего, что мужчина говорит ей, разумная женщина убирает соль. Ну, грубые слова, например. Ну, грубые слова, например. АПЛОДИСМЕНТЫ Два-два. Ну, что, господин Косумов. Если в составе вашей команды игроки, которые бы ответили на все три вопроса, мытищи. Не важно, думаю, господин ведущий. Сейчас не важно. Против вас играет Роман Пожарницкий, город Мытищи, Московская область. Госпожа Авденко, послушайте. На вас давил я тяжким весом, вы шли дорогу и потерь. И мне знакома жизнь под прессом, знакома прежде и теперь. Внимание, вопрос. Как Ильдар Рязанов назвал свое стихотворение, отрывок из которого я только что прочитал? Рюкзак. Виноград. Он давит. Рюкзак, может быть? Не книга, нет? Ну, в смысле, вот человек идет по дороге, и на него что-то давит. Календарь. На дорогу и потери. Виноград не может быть давит. Календарь, календарь, кстати. Что-то давит. Нет, что-то давит. Отдревле календарь. Печатный, печатный пресс. Что-то вот как этот чайник такой. Ну, календарь может быть. На вас давит. Я понял. Да, шляпа. Шляпа. Смотри, еще, еще. Календарь не мешает. Да, а у календаря какая. На чем он сидел? Снег. Рюкзак, волосы опять же. На вас давил я тебя же не в весах. Да, ведь что? Что вы шли? Вы шли дорогу и потери. Что-то уменьшает. Волосы могут быть. Волосы как давит. И сам хотим. Шляпу надевал, шляпка. Ребята, обувь. Обувь, да, человек. Человек на обувь. А на человеку что давит? Там коромысло, я не знаю. Коромысло. А петро с водой расплескивается? Нет, он не хотел. А там и не говорили про то, что... О, про себя, это не бог. Так у нас не несет. Итак, тишина. Балаш, кто отвечает? Календарь лучше. Елизавета Авдеенко. Елизавета Авдеенко, прошу вас. Я прошу прощения, господин ведущий. А вы бы не могли повторить это прекрасное стихотворение? На вас давил я тяжким весом. Вы шли в дорогу потерь. И мне знакома жизнь под прессом. Знакома... Так, извините. Я... Елизавета, это просто нечестно. Я читаю стихотворение, вы его не слушаете. Обсуждайте с капитаном, что отвечать. 3-2 в пользу телезрителей. Давайте ответить хотя бы. Ну, я бы обувь отвечала. Итак, ну, ответьте. Лиза, ну, это нечестно по отношению ко мне. Вы просите повторить стихотворение, а сами обсуждайте с Балашем, что отвечают. Я согласна. Принимается тогда решение на себя. Все, уже сказали, вы отвечаете. Можно ответить? Прошу. Я отвечу обувь, извините. Потому что множество... Он назвал свое стихотворение обувь. Ну, тупли. Тупли, каблуки, да. А он назвал свое стихотворение Мои ботинки. Мои ботинки. Мои ботинки. Не просто вся обувь вообще. Ну, конечно, ну, конечно, мои. Мои ботинки. А вы не ответили ничего. Тогда ведь он может только на свои ботинки. 70 тысяч рублей получит Роман Пожарницкий из города Мытищи. Уважаемые телезрители, в конце декабря в нашем клубе пройдет финальная игра года. В ней будет играть лучшая команда статаков зимней серии. Гарантированно попадут в зимнюю серию команды победителей финальных игр. В финале весенних игр сыграет команда Олеся Мухина. В финалах летней и осенней серии сыграют две лучшие команды по итогам отборочных игр весенних. Пока это команды Константина Рудера и Андрея Козлова. Но в случае победы команда Балаша Косумова и Виктора Сиднева их обойдут. А да, что вы хотели, господин Русь? Я вас слушаю внимательно. Ничего не хотел, господин Русь. А вы руку поднимали для равновесия? Голову почистали, господин Русь. Шестой раунд. Уважаемые телезрители, я хочу обратить ваше внимание, тишина, я хочу обратить ваше внимание, что четвертая отборочная игра весенней серии, в которой команда магистров, команда Виктора Сиднева будет играть, состоится не в следующую субботу, а через субботу, 18 апреля. В этом году, в канун Пасхи, мы не играем. Ну а в финале 25 апреля сыграет команда Олеся Мухина. Вот так. Волчок, можно маленький комментарий? У вас в свое время... Пока мяч в воздухе, я объявлю составы играющих команд. Так вот, у вас во время с господином Скифским был спор. По поводу того... Все, сейчас не могу. 13 сектор. Интернет против знатоков. За время прямого эфира телезрители прислали в 13 сектор 33 183 вопроса. И сейчас компьютер выберет один из них. Против вас играет Станислав Таратынов, журналист из Санкт-Петербурга. Внимание, вопрос. Очередь колбаса-паровоз Это не из серии так называемых колбасных поездов при дефиците 1980-х годов. О чем же речь? Ну, это паровоз бывает в преферансе, еще что. Может быть, колбаса там бывает? Очередь колбаса-паровоз. Ну, что-то длинное. Слушайте, а в домино может быть паровоз? Да, да, да. Прическа, коса, бусы, нет? Очередь колбаса-паровоз. Ну, оно вот как-то так, да? Какие-то игры, игра в слова. Очередь какая-то, игра в слова. Ну, игра в слова, игра в слова. Звучка какая-то. Что-то одно суть к руке мытет. Это звенья. Это что-то... Очередь к журналам. Она так пьется. Например, когда нужно следующее слово назвать, то тоже буквы или составить из букв. Ну, игра в слова какая-то, да? То есть это составляет... Паровоз. Паровоз в преферансе тоже есть. А если что-то, игра-то как где-то прицепляет, что-то есть такая игра? Ребята, паровоз есть термоз в преферансе. Ну, это, да, возьмем вам. А вы уверены, что надо? Да. Сейчас все равно как-то. А очередь еще бывает. Какая-то очередь. Одно за другим. Итак, прошу, кто отвечает, Валаш? Мы попросим помощи клуба. Если это позволит. Помощь клуба, да. Уважаемые зонтоки и гости нашего клуба, у вас есть 20 секунд, чтобы помочь команде. Прошу вас. Есть версия, в которой мы не уверены. Морзо. Морзо. Ребята, есть. Вы не уверены линии. Короче, штрих. Штрих длиннее, штрих еще длиннее штрих. А только Морзо? Морзо. Пулфирные. А зачем? А зачем? Грани. Чехарда. Зачем данный цех? Ребята, подчеркивание. Пусть. Итак, прошу. Тишина. Тишина. Кто отвечает, Валаш? Я попробую ответить. Пусть будет чехарда. Чехарда. Пусть будет чехарда. Давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Городки. То есть говорили игра. Балаш Казумов говорил что-то из звеньев. Городки чуть-чуть, по-моему, не дотянули. 4-2. 80 тысяч рублей от банка Москвы получит Станислав Старатынов из Санкт-Петербурга. Уважаемые телезрители, в весенней серии принимают участие команды-фавориты. А вот в летней серии в бой вступят команды-претенденты. И сегодня они все в сборе. Это команды Андрея Супрановича. Здравствуйте, Андрей. Вы что-то долго отсутствовали. Команда Бориса Белозерова тоже ждет своей очереди. Борис, вы почему-то грустны. Мы за команду переживаем. А вы не нарушайте правила. Ну, вот команда Казумова нарушает правила. Вы когда будете играть? Не нарушайте. Не нарушайте. Так, и команда Алены Повышевой. Алена тоже. Алена, вас каждый раз не узнать. Вы каждый раз так меняетесь. А вы больше всех не играли. И начнете сезон последними. Соскучились уже? Седьмой раунд. Уважаемые телезрители, лучший знаток этой игры получит от госкорпорации «Росатом» приз «Хрустальный атом». «Росатом» — корпорация «Знамь». А определять, кто лучший будет Сергей Новиков. А можно, поскольку вы на команду давите немножко? Я абсолютно не давлю. Я компенсирую это давление и досрочно определю лучшего игрока сегодняшней игры. И прямо сейчас вручим «Хрустальный атом» Елизавета Авдеенко. Елизавета, ну, господин Новиков, ну вы подрезаете крылья всей команде. Вы специально их выводите из себя? Я никого не уважаю. Я, наоборот, пытаюсь им взлететь дать. Интересно, господин Новиков, ваша логика. Как взлетит господин Аскеров, если лучший игрок уже определен? Прекрасно. Вот, господин Аскеров сам ответит за себя. Ну, Сергей, по-моему, вы сами пилите суп, на котором вы сидите. Итак, вручаем? Вручаем, да. Вручаем, Елизавета Авдеенко. Может быть, закончим игру сразу, Сергей? Ну, мне кажется, это будет слишком радикально, господин ведущих. Самое главное, что телезрители здесь ни при чем в нашем с вами споре. Телезрители хотя бы увидите... Против вас играет преподаватель истории Диана Билая, город Чита. Внимание! Китайское изобретение. Дайте это изобретение господину Аскерову, пусть он с ним крутится. Изобретение господина Аскеров. Пробуйте, не отнимайте у него. Он же... Изобретение китайское, а коробка наша. Поэтому на надписи, внимание, не обращайте. Внимание, вопрос. Как в некоторых учебных заведениях Китая используют такие предметы? Досрочный ответ. И кто отвечает? Я отвечу, господин ведущий. Вы отвечаете. Ну, давайте. Чтобы не списывали. Вот я, допустим, пишу свой ответ на экзамене, заполняю бланк. И чтобы сосед не подглядывал, нарушил. Надеюсь, правила мы не нарушили, господин ведущий. Вот если была бы такая... Вы дали досрочный ответ. Господин Аскеров, вы также хотели отвечать? Ну, это Балаш отвечал. Я полностью согласен с ответом. Что коробку нужно располагать вот так. Можно располагать по-другому, но для того... Для чего? Вопрос был, как использовали. Использовали для того, чтобы не списывал сосед в школе. Все. Все. А теперь, внимание, правильный ответ. В некоторых учебных заведениях Китая преподаватели заставляют учеников посмотрите на экран. Надевать коробки на голову, чтобы не списывали. Чтобы не списывали, да. Господин Кравцов, Сергей, с одной стороны, тишина. Хватит захлопывать меня. Да, господин ведущий. Скажите, как вы считаете, вот не списывали правильно, но применение абсолютно другое? Я считаю, что вообще списывать это плохо на экзаменах. И, ну, очень неэстетично. У нас на экзаменах мы... Господин Кравцов, мы с вами про наши экзамены потом поговорим. Как вы считаете, можно засчитать такой ответ или нет? Конечно, засчитать можно. Вы считаете, что можно? Господин Касумов, и вы считаете, что можно? Я... Я... Знаете, как, господин ведущий, вам решать? Не важно, что я считаю. Я считаю, что Авденко можно было засчитывать ответ как правильный. При чем здесь? Ну, при том, что у нас... Господин Касумов, мы сейчас про этот вопрос с вами говорим, потом поговорим про следующий. Господин ведущий, я всего лишь хотел сказать, что иногда наши мнения не совпадают. Это все, что я хотел сказать. А так, воля... По поводу этого вопроса. Я отвечал, это будет несправедливо. Вот если бы кто-то ответил из команды, я бы сказал свое мнение. Господин Борщевский, что вы хотели сказать? Я хотел спросить, вам важно шашечки или ехать? Правильный принцип ответа, чтобы не списывали. Или вам нужны технические детали? Если технические детали, ответ неправильный. Если чтобы не списывали, ответ правильный. Все очень просто. Так он правильный или неправильный? По-моему, правильный. Правильный. Мы в прошлый раз это обсуждали. Важно, что вы так и поняли смысл вопроса, о чем он, в какую сторону идет ответ. Или важно, чтобы они, так сказать, точно вам формулу написали. Ну, согласитесь, это разный эффект от вопроса, когда на голове, это же разное ощущение. Это просто парты, закрытые. Зачем короткие? Если бы ответ был, чтобы не слышать подсказки, тогда бы ответ был бы неправильный. Ну, хорошо, 4-3. Господин Касумов, вы еще незаслуженно, на мой взгляд, заработали дополнительную минуту на размышления. Счет 4-3. Пользователи зрителей, и мы начинаем восьмой раунд. Госпожа Авдеенко, Лиза, я хочу, чтобы не было между нами недопониманий. Я не засчитал ваш ответ не потому, что вы сказали обувь, а я сказал мои ботинки. Может быть, у вас такое впечатление сложилось? Нет, вы нарушили правила. Я предупредил Аскерова. На втором вопросе длится, что до 20 секунд, соответственно, и после обсуждать нельзя. Я вас оштрафовал за то, что вы меня обманули. Вы сказали повторить вам вопрос, а сами на самом деле обсуждали с капитаном, что отвечать. Могу прокомментировать? Можете. Ну, во-первых, строго говоря, господина Аскерова, вы предупреждали только о том, что нельзя обсуждать до. А вы первый раз за столом и не знаете, можно ли обсуждать после. Это другой вопрос. А во-вторых, я не обсуждала с Балашем. Я согласовывала с капитаном. У меня субординация четкая. У меня есть капитан. Он сказал мне отвечать в календарь. Я вижу по русскому языку... Это ваша... Какая у вас субординация, я в ней не участвую. Понимаю. Значит, вам надо принимать свое решение. Вы начинаете... Самое главное, что вы меня обманули. Если бы меня не просили повторить вопрос... И в мыслях не было вас обманывать. Ну, естественно. Против вас играет студент Рафаэль Мухамматиев, город Азнакаево, Татарстан. Господин Аскеров. Да, господин Аскеров. Ну, а сейчас я осуществлю свою давнюю мечту. Не может быть. Я хочу, чтобы вы, наконец-то, рассказали мне всю правду. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Не совсем. Сейчас попробуем. Внимание, черный ящик. Господин Аскеров, в черном ящике сейчас находится предмет, который, по мнению Оскара Уальда, нужно дать человеку, чтобы он сказал вам всю правду. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Зеркало? Зеркало. Зеркало. Водка. Вино. Наверное, поймите. Да. Но истинно в вине. Да, он может выпить. Выпить. Парадоксичный какой-то. Словарь, энциклопедия. Газета, правда. За что ты? То есть, какое-то вознаграждение. Какую-то расписку, завещание. Что теперь ты человеку станешь ненужным, и он тебе, наконец-то, всю правду о тебе скажет. Завещание. То есть, он как-то прощается с ним. Кто-то от него не зависит больше. Тут лежит предмет. Да, вот что выручают, как-то прощаются с кем-то. Перчатка, Дэй. И больше никогда не увидитесь. Плохо. А, Дэй, может, билет на поезд? Ну, по путчикам ты разговариваешь всегда. А что, по путчикам ты всегда разговариваешь. Что, всю правду, что надо дать? Завещание. Завещание. Визитку. Пинка дать, я не знаю. Нет, 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 предмет. Нет, нет, письмо. Да, я вам обсуждала. Да, давайте еще разговариваю. Нет, это все правду. Итак. Господин ведущий, если вас не затруднит, вы могли бы повторить вопрос, а мы еще минуту ободумаем. Если вы берете дополнительно минуту, я повторю. Если нет, то нет. Мы берем. Итак, в черном ящике сейчас находится предмет, который, по мнению Оскара Уальда, нужно дать человеку, чтобы он сказал вам всю правду, что в черном ящике. Может, анализ крови? Нет. Может быть, тот, чего у человека нет. Например, диагноз смертельный. Человек, наконец-то, сучение. Там не может этого быть предмет, понимаешь? Может быть, тот, чего у человека нет. Крылья, сучитивые, что там. Я человек в целом. Деньги. Снимает барьеры. Что к близкому человеку можно сказать? Необязательно. Он ко мне обратился. Я узнаю всю правду. Кольцо вручает. А почему ты говоришь правду? Ну или да, или нет. В смысле, неважно, как ты вы до этого лицемерили друг с другом. Если ты хочешь выйти замуж, ты выйдешь замуж. Фотография, нет? Нет, не может быть такая история? Кто вам не нравится, да? Чтобы разговаривать? Там нет. Малаш, это портфель. Хорошо. Это печально, да, что ты ху? Что еще? Обсуждаем, ребята. Если вы понимаете, о чем я. Маску? 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 Это неплохо. Это неплохо. Анонимность, и ты узнаешь все. Это неплохо. Это неплохо. Что ты вспоминаешь? Верпу. Тишина. 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 Все, закончили. 20 секунд. Извините, минута закончилась. Отвечает кто? Лиза Авдеенко. Елизавета Авдеенко. Слушайте, ну вот мы... Счет 4-3. Ну вот неплохо, да. Что-то, что закрывает лицо, и тогда человек может не бояться и скажет тебе, в общем, все, что думает. Потому что ты не будешь знать, кто это. Вот думаем, что маска, может быть, которая закрывает лицо. Итак, ваш ответ? Маска. Маска. А теперь, внимание, правильный ответ. Оскар Уайль считал, что для того, чтобы человек сказал вам всю правду, ему нужна «Откроем черный ящик». Передайте Елизавете Авдеенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Маска. АПЛОДИСМЕНТЫ 4-4. Елизавета, наденьте, пожалуйста, маску. АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь выберите музыку. Елизавета, теперь вы можете честно сказать... Нет, не снимайте маску. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы можете теперь честно мне сказать... Вы специально заставили меня повторить вопрос, стихи, чтобы поговорить с капитаном. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Девятый раунд. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Больше всего понравился. АПЛОДИСМЕНТЫ Об углах АСОЛЕ САТАРИ ОИБОТИНКАХ iment Или ОБЫГРЕ ВГГОРОТКИ АПЛОДИСМЕНТЫ ОБУГЛАХ ОБУГЛАХ АПЛОДИСМЕНТЫ ЛИТСМЕНТЫ А это вычитаю? Давайте сверху посмотрим. Мне очень понятно. Что-то не могу понять. СУЗГА? СУЗГА. В другую сторону смотрю. Против вас играет Евгения Главацких. село Саузга, Майминский район, республика Алтай. В одном из оживленных районов Осаки не так давно построили 16-этажное офисное здание. На высоте 5, 6 и 7 этажей сделали сквозное отверстие размером 8 на 10 метров. Господин Поташов. Сквозное отверстие. Представили? А теперь внимание, вопрос. Что вынудило архитекторов это сделать? Нет, там может быть магистраль проходит. Метро? Да, ну это легкое метро токийское, японское. Какой-то монарей, какой-то монарей, я еще обсуждаю. Да, да, да. Транспортная артерия. Что вы ему делали? Ну, дело в том, что район оживленный, район оживленный. Необходимо обжать нормально транспорт. Там надо было проехать. Дальше, дальше. Что еще? Да, ветер тоже странно. 8 на 10. Нормально. Оживленный, я не знаю. Может быть еще, чтобы солнце освещало. 8 на 10, наверное, все-таки пройдет. Ну так, да. Может быть, осветно, чтобы солнце освещало. Соседние дома освещало. Но зачем сказали оживленные? Да, это понятно. Да, да, я понял. Дальше, дальше. Там очень много народа. Япония, это достаточно высоко. Я не говорил про монорейс? Да, вообще. Итак, кто отвечает? Дмитрий Авдеенко попробует. Прошу вас, Дмитрий. Ну, вы сказали, что район оживленный, и что-то вынудило архитекторов сделать в здании такое отверстие. Мы думаем, что это отверстие используется для того, чтобы там проходила транспортная магистраль. Да, это может быть легкое метро или же… Посмотрите на экран. Да. Автомобильная эстакада прошла прямо сквозь здание. 5-4. Дмитрий Авдеенко вносит свою лепту в эту игру. Господин Козлов, сначала у меня к вам такой вопрос. Вот сегодня были два вопроса, которые не выпали на вашей игре. Про ботинки Эльдара Рязанова. И вот предпоследний вопрос. Сейчас я забыл, какой он был. Маска. 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 Как вам кажется? Вот если бы они вам выпали, это вам облегчило бы задачу или усложняло? Я не могу так сказать. Это же зависит от конкретного времени, конкретного места и конкретного состояния команды. Могло бы облегчить… Ну, в смысле, а что облегчить? Мы выиграли 6-4. Ну, я не знаю. Но могло бы всё быть по-другому. Андрей, если знатоки сегодня выиграют, ваша команда в этом сезоне в финале серии не сыграет. Она ещё будет претендовать на финал года, но в финале серии не сыграет. А вот команда Русатома, господин Баринов, а вот если команда Косумова проиграет сегодня, вы себе гарантируете место в финале осенних игр. Так что видите, как много для ваших двух команд зависит от оставшихся раундов. Десятый раунд. Итак, господин Косумов, счёт пока в вашу пользу 5-4, но ситуация у вас либо фан, либо совсем пропал. Либо точно сыграете в какой-то финальной игре, либо будете надеяться на многократные поражения молодых команд в летней серии. Для этого вам нужно ответить на один вопрос из двух. Право на одну ошибку вы имеете. Георгиевск. Против вас играет электромонтёр Андрей Камынин, город Георгиевск, Ставропольский край. Вопрос снят нашими корреспондентами. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Грузовой автомобиль ГАЗ-66 выпускался в нашей стране с 1964 года по 1999. В кабине водителя возле каждой двери конструкторы разместили по два крючка. На них, конечно, можно вешать одежду, но основное предназначение этих деталей другое. Внимание, вопрос. Уважаемые знатоки, с какой целью конструкторы разместили эти крючки в водительской кабине? Чтобы не засыпало, берёвка и будет мешать. Что-то жёсткое, да? Совет привязывалось. Ребята, Совет не падал. Совет не падал. Совет не падал. Советское время до 1991 года. И что? Там, наверное, действительно что-то вешалось. На неё портреты какие-то? Нет, с боку зачем? А почему? Почему изначально не было? Она военная такая куражка. Маскировки. Маскировка. Маскировка. Зелёная маскировка. Зелёная маскировка. Зелёная маскировка. То есть ты между двумя и двумя что-то вешал? А может быть, если военная, то чтобы там винтовку вешал, например? Нет. Ну как крючка? Ну, наверное, верёвка. А что на верёвке? Нет. Почему? У него вешают котелок, например. Да? Нет. Вот что у тебя с правой стороны? Да, да. Что это такое? Прошу. Прошу. Кто отвечает? Деньги попробуют. Прошу вас, Дмитрий. Ну, на эти крючки, наверное, к этим крючкам привязывалась верёвка, на верёвку вешалась занавеска, чтобы водителя не слепило солнце. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из команды у вас вопросы записывает? Я записываю. Почему вы решили, по фразе в кабине водителя возле каждой двери конструкторы разместили по два крючка, что это два крючка? Ну, два с одной, два с другой. А спать там? Гамак. Внимание на экран. Правильный ответ. Окей, но да. Посреди кабины этого автомобиля торчит горб, под которым расположен двигатель. Во время отдыха водитель мог бы спать только сидя. Поэтому конструкторы оснастили этот автомобиль брезентовым гамаком, который можно подвесить на четыре крючка. В этом гамаке водитель может поспать. Неправильно посчитали крючки 5-5. АПЛОДИСМЕНТЫ 90 тысяч рублей получит Андрей Камынин из Георгиевска. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин Борщевский. Вообще, я вам хочу сказать, вы какой-то за две игры ввели новое правило – принимать неправильный досрочный ответ. Что-то новенькое в традициях нашего клуба. Одиннадцатый раунд. Сейчас я с вами продолжу. Я не буду команде вмешать, что вы хотите сказать. Пару лет назад у вас со Скифским возник спор, какой экзамен лучше – преподавателю живому или на бумаге сдавать. Ваши решения порой уносят эмоциональный характер, человеческий. Я не понимаю, хорошо это или плохо. Они эмоциональны. Когда-то вы даете очко, когда надо его не давать, когда-то забираете, когда надо его отдать. Это все с точностью наоборот. Это вы иногда, да? Говорите правильно на неправильный ответ. Я тоже человек. А неправильно на правильный. Я тоже человек. Я тоже человек. Это просто к тому, что человек, он всегда эмоционален при принятии любого решения. Ну, я думаю, что у любого судьи есть эмоции. Королев. Против вас играет студент Алексей Студеникин. Город Королев. Московская область. Ну что ж, госпожа Лазарева. Решающий момент. 5-5. Часто у нашей команды. Вопрос такой. Кем приходился Вронский, а не Каренины? Брата. Здравствуйте, Юлия. А, в Любовне. Это шутка, да, наверное? Да, это я пошутил. Шутки в сторону. Слушайте внимательно. Вы ведь... Удачный момент, господин ведущий. Но не случайный. Одно казалось невозможно холодным. Второе – опасным. Внимание, вопрос. Каких двух слов избегал Алексей Вронский в разговорах с Анной Карениной? Любовь? Ты и вы? Ты и вы? Ты и вы? Ну, как же он? Ну, вы холодная. Вы холодная? Ну, например, вы или Анна. Хорошо, хорошо. Анна и Аня. Опасная, опасная. Анна и Аня. Не важно двух слов. Ты опасная. Это хорошо. Анна – это холодная. Зачем преступление нужно Бога? Потому что просто прогорение. Просто прогорение. Нет, нет, именно ты и вы. Потому что слишком близко или слишком далеко. А, у меня не зато к тебе обратился Юлия или Юлия. Госпожа Лазарева. Госпожа Лазарева. Что еще может быть? Ну, вот, может быть, еще раз… А, госпожа Каренина и Анна может быть? Госпожа Каренина и Анна. Это не заново. Каких двух слов спросили? Да, двух слов. Каких двух слов? Анна и Аня? Анна и Аня. Ты и вы, по-моему, лучше. А как он тогда к ней обращался? Ну, Анна, Аня… Нет, не за Каренина. Если ты и вы, то как вообще… Просто ты очень близко, а вы отстранены с учетом… Анна, а вы, да… А, Каренина и Анна, может быть, Каренина далеко… Нет, а фамилия имя… Он тебя по фамилии обратился. Да, 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 Анна и Каренина. Он тебя по фамилии обратился. Да, Каренина. По фамилии далеко. Итак, тишина. Все, полная тишина. Итак, сейчас очень важно, господин Касунов, кто будет отвечать. Вам нужно проанализировать ответы, выбрать, кто будет выбирать. Выбирать буду я, господин ведущий. Прошу. Здесь только тишина, Лиза. Прошу, Валаш. Тут подсказка. Спасибо. Где подсказка? Что подсказка? Где подсказка? Ну, мне показалось. Ребята, секунду. Тише, тише, тише. Так, господин Касунов, дайте ответ. Сейчас с подсказкой разберемся. Юль, свою версию. Итак, Юлия Лазарева. Прошу, Юля. Юля, свою версию. Юля, отвечайте. Одно из этих… Мне кажется, что Бронский избегал обращаться… что он обращался к Карениной по имени, избегая обращаться к ней на «вы», потому что ему это казалось слишком холодным с учетом их отношений, и избегал обращаться на «ты», потому что это казалось демонстрацией слишком… было слишком опасным и демонстрацией слишком большой близости. То есть ваш ответ – «вы» и «ты». А теперь, внимание, правильный ответ. Я выбрал. Я выбрал. Я выбрал. Хорошо. Господин Касумов выбрал. Господин Аскеров. Да. Ты и вы. 6-5. Вы выиграли. АПЛОДИСМЕНТЫ Юлия Мазарева. Вопреки всем, Аскерову, Авдеенко, но благодаря Балашу, Касумову, приносит победу своей команде. Вот имена победителей. Равшана Аскеров, Елизавета Авдеенко, Юлия Мазарева, Дмитрий Авдеенко, Михаил Скидский и Балаш Касумов. Балаш, это было сложное решение для вас. Сложное решение, но вы его приняли. АПЛОДИСМЕНТЫ Госпожа Батанина, вам показалось, что была подсказка или была? Сегодня, ведущий, сегодня так душно взяли. Что только не покажется. У вас галлюцинация. Сегодня я принимаю решение по лучшему вопросу. И, на мой взгляд, лучшим сегодня был вопрос об угла Елены Жипиловой из Хабаровска. Она получит дополнительно 150 тысяч рублей от Банка Москвы. 100 тысяч рублей призового фонда остались неразыгранными. И вся эта сумма поступает в призовой фонд финала года на специальный план Банка Москвы. Теперь в призовом фонде 992 тысячи рублей. Я забыл сказать, что команда Балаша Касумова поднялась на первое место рейтинга команд клуба. Вот она поднимается и теперь примет участие в финале либо летних, либо осенних игр. В зависимости от игры Виктора Сиднева. Господин Новиков, вы, по-моему, сегодня профукали свой хрустальный акт. Я с вами не согласен. Следующая игра весенней серии состоится через субботу 18 апреля в 23 часа на Первом канале. Через субботу 18 апреля и против телезрителей будет играть долгожданная команда... Команды не надо подтягивать сейчас, Александр, мы на вас смотрим внимательно. Будет играть команда Матистров Виктора Сиднева. А эта игра окончена. Спасибо за игру. Спасибо. 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 Спасибо.